Для себя сейчас хочу, то что я сейчас произнесу, я больше говорю для самого себя. Иногда, да и вообще, самая лучшая форма обучения, это когда ты обучаешь других. Самообучаться лучше всего, обучая других. Поэтому рассматривайте то, что я вам сейчас скажу, как способ научиться самому. Потому что я страдаю определенными недостатками и хотел бы от них избавиться. А заодно и вам помочь. Что я имею ввиду? Я только что сейчас, в предыдущем ролике говорил о том, как надо выступать. Коротко, кратко и так далее. А сейчас я хочу сказать, как надо заканчивать выступление. Мне кажется, что это один из самых больных вопросов всех, кто выступает публично. Эта тема нуждается в глубокой разработке. И в постоянном повторении. Потому что долгая, как собачья песня, концовка, финал. Когда человек ходит, как по заезженной пластинке по кругу, раз за разом, раз за раз, подбираясь к концу и вдруг вспыхивая и вспоминая, что еще что-то надо сказать. Это ужасно. Это кошмарно. Это насмарку все, что ты сделал. Самое сильное впечатление это от начала и от финала. От конца. Особенно конец должен быть мощным и сильным. И один из способов сделать этот финал ваш, финиш, конец выступления мощным, завершить его внезапно. Заранее спланировав. Нужно приготовить тщательно конец и начало. И конец должен быть отрепетированным. Нельзя позволять себе фантазировать в конце. Импровизировать. Сумасбродничать. И говорить что-то еще. И еще. И еще. И еще. Это ужасно. Я прочитал однажды рекомендацию. Она мне очень нравится. Она попала мне прямо в сердце. Ты должен завершать свою речь. Это Джейн Рой, по-моему, сказал. Такая есть в MLM звезда. Ты должен завершать свое выступление, как будто ты хлопнул дверцы автомобиля. Клац и уйди с глаз давай. Клац. Внезапно. Я рекомендую всем попробовать. Внезапно закончить свою речь. Хотя обычно вы долго развозили финал. Я слышал недавно выступление одной женщины. Она начала. Она должна была сказать не более двух минут. Она должна была сделать вступление и предоставить микрофон следующему. Это должно было длиться не более одной-двух минут. Она говорила ровно двадцать две минуты. Мы стояли рядом с тут с человеком. Переглядывались, улыбались. Мы ждали, когда будет конец. Мы просто дожидались, когда она заткнется. Потому что она фонтанировала без конца. Знаете, такой виток. Вот она идет сверху. Вот она все. Запал кончился. Она спускается вниз. И вот она естественным образом подошла сейчас. Спасибо. Я завершила. Нет, в этот момент она вспоминает еще что-то. И у нее начинается опять виток. Опять эмоции. Опять она поднимается вверх, 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 вверх. Что-то говорит, говорит, снижается. Она думает, ну на этом витке она закончит. Нет, она вспоминает что-то еще. И так двадцать пять минут. Я говорю, она просто вошла в штопор. Она в пике вошла в штопор и никак не может из него выйти. Сейчас пока она не долбанется от земли, она не закончит. Так и произошло. Так именно и произошло. То, что она сотворила со своим выступлением, это был кошмар. Это был ужас. Люди ждали, когда этот фонтан прекратится, когда она просто-напросто захлопнет свой фонтанирующий рот. Ужас. Трепливый, слабодливый, болтающий спикер, это кошмар. А именно такое ощущение, когда он никак не может закончиться. Поэтому моя рекомендация такая. Сказал все, что по делу. Лучше тысячу раз не досказать, чем сказать лишнее. Заткнись, хлопни дверцы автомобиля и скажи спасибо. Чтобы у зрителя, у служителя, внезапно, от внезапности вашего окончания, чтобы он проснулся хотя бы. Если вы быстро закончите, он будет считать, что вы что-то не досказали важное. Ему нужно будет продвинуться дальше, куда-то прийти, что-то узнать, что-то сделать. А если вы его доведете до такого состояния, что у него уже будет булькать в горле, то тогда он будет отходить после вашего выступления. А если вы вдруг раз и прекратите, он начнет предпринимать какие-то ошибки, чтобы узнать, разобраться и так далее. Я желаю вам удачи. Затыкайтесь быстрее, когда говорите и подходите к финалу. Всего доброго.